Проходят годы, сменяются поколения, и наша большая семья будет вечно благодарна нашему прадеду за мирное небо. Мой прадедушка, гвардия-майор Владимир Сагаханович Данилов, родился в 1916 году в Иркутской губернии. 19 пронзительных историй о подвигах в Великой Отечественной войне, столько видеороликов представили на конкурс «Моя история победы». Каждый из участников рассказал о своих дедах и прадедах, которые воевали на фронте или помогали в Цулу. Мне об этом сказал мой внук, и он убедил меня, что надо принимать участие. И я принимала участие благодаря моему внуку. Я сделал ролик о Владимире Гузинаевиче Барсоеве. Еще я помог маме сделать ролик про моего прадеда Кондакова Василия Григорьевича. И бабушке помог сделать ролик «Дети войны». Среди участников, как оказалось, не только улан-уденцы. О своем дедушке поведал и уроженец города Дербент, республики Дагестан. Меня зовут Абу-Муслим. Мои родители назвали меня в честь моего дедушки Абу-Муслима. Самое яркое вспоминание о нем. Мы любили с ним разглядывать небольшой, потемневший от времени альбом. Он словно хранит в себе всю историю нашей семьи. За трогательный рассказ Абу-Муслиму Абиеву отправили приз – мобильный телефон. В числе победителей оказался также Иннокентий Кириллов. Мальчику достался самокат. Лучший приз – велосипед получила Дарья Белянкина. Поприветствуем победителя! Это очень важный праздник для нас. Мы помним дедушек, прадедушек, который участвовал в нем. Конкурс «Моя история победы» проводился на призы депутатов Лануденского городского совета. Это не соревнование, решили народные избранники. Потому победители выбирали с помощью генератора случайных чисел. Мы все депутаты собрали денежные средства и образовали такой призовой фонд. Все ролики, конечно, они достойны. Потому что я не могу сказать, что какая-то отдельно выделить. Потому что это будет неправильно с нашей стороны. Потому что каждый ребенок, каждая семья старались, они вместе все вот это. Потому что это память о войне. И сказать, что кто-то отдельный герой был, кто-то вот это неправильно будет. Это не единственный конкурс, что депутаты городского совета проводят ко Дню Победы. На 30-м округе, например, ежегодно проходит конкурс рисунков. В этом году лучшей оказалась работа воспитанницы школы искусств номер 10. Инна Судендукова, Вячеслав Батуев, Новости дня.